Предыстория. Я здесь опубликовал в Телеграм-канале пост о том, что я приглашаю к себе людей на диагностику с различных каналов, да, там с Телеграма, с Ютуба. В роликах у меня вебинар есть, да, в Телеграме закреплен, кстати, пост. Кто не смотрел, посмотрите. Я приглашал на диагностику, зачастую бесплатную. Просто приходите, расскажите свою ситуацию, что у вас за проблема, что у вас не получается. Не можете найти клиентов, не можете продать, не можете, там, сделать сайт-портфолио, упаковать свои соцсети, чтобы они приносили вам клиентов, да, не знаете, где искать клиентов. То есть вот эти все вещи, да, либо там уперлись в потолок дохода, там, зарабатываете 50-100 тысяч, а хотите больше. И у вас не получается, не знаете, что делать, вроде все перепробовали, а не выходит. Соответственно, я приглашаю на диагностику, и мы с вами созваниваемся, и там 20-30 минут общаемся. Я выслушиваю ваши проблемы и подаю подсказки, что там делать, как, что лучше сейчас, как сейчас действовать, чтобы получить какой-то результат и начать развиваться, чтобы у вас все пошло, как бы, по нарастающей. Все окей, люди пишут. Так, выясняю некоторые моменты, сколько он занимается сайтами, да, какой уровень, и говорю, давай, завтра там, либо послезавтра, в такое-то время. Созвонимся в Телеграме, пообщаемся, подскажу. Все окей, окей, я подстраиваю свой график, какие-то дела переношу там, да, либо если они у меня появляются, я говорю, нет, я не могу, у меня в это время созвон. Прихожу, сажусь, ручка, бумажка, все, клиенту пишу, ноль, все, его нет в сети, и в итоге никто не приходит. А у меня правило, если я жду 10 минут, и никого нет, то я встречу отменяю. И он так и не появился, то есть, и даже вот мои сообщения не прочитаны. Не знаю, может быть, это просто так, кто-то балуется, да, а может быть, реально. Но таких случаев было много. Соответственно, я принял решение, что я больше не провожу бесплатных диагностик. Это либо будет платная диагностика, там, минимум хотя бы 1000 рублей, ну, чтобы серьезность намерений, да, так сказать, зафиксировать у человека. А, либо это будет диагностика в переписке, то есть, видео созвонов я уже проводить, ну, больше не буду, да, то есть, по крайней мере, буду стараться их не проводить. Будет диагностика в переписке, то есть, я могу спокойно в телефоне, где бы я ни был, провести диагностику, пообщаться с человеком и дать рекомендации, да. Соответственно, написал этот пост, и мне в ответ пришло сообщение в чат, где, не помню кто, имя, не помню, да, написал, что вот он полностью согласен со мной, но у него другой подход. Вот, делает бесплатные презентации после брифа, то есть, он брифует клиента, делает бесплатную презентацию и пишет, что бывает, что люди просто не приходят. Мы сейчас переносим ситуацию с моего инфобизнеса на бизнес, вот, моего подписчика именно по сайту. То есть, они не ценят время специалиста, он занят, а он занят, а я потерял час-два его ожидания, за это мне никто не заплатит. Буду отказываться от такого формата, наверное. Еще была мысль, как на этапе брифа отличать действительно заинтересованного клиента от пустышки. Пока плохо с этим, потому что отдаешься на брифе, а он потом на презентации говорит, что подумает, вот надо как-то изначально отсекать таких. И здесь я предлагаю вам несколько решений вот такой ситуации. Решений у меня 6, ну как 6, так, ну да, 6. И первое, это видео созвон. Почему именно видео созвон, я считаю? То есть, мы выводим клиента на созвон, да, то есть, было какое-то общение, скорее всего, в переписке. Потом вы предлагаете ему выйти на созвон и продаем там в несколько этапов по скриптам. То есть, есть определенные скрипты, где мы работаем по этапам, там, один созвон, второй созвон и делаем продажу. Так будет сложнее клиенту слиться, так как у вас был с ним уже какой-то вербальный контакт. То есть, вы с ним пообщались вживую, например, да. Как это происходит? Клиент написал, либо вы ему написали, вы законнектились, пришли к мнению, что нужно сделать сайт. Дальше вы ему предлагаете созвониться прямо сейчас, минут через 10-15. То есть, ему уже сложнее слиться на такой короткой дистанции. Он говорит, окей, но он же заинтересован в сайте. А вы созваниваетесь, телеграм, ватсап, неважно, зум, как удобно. Как удобно клиенту надо делать, да, не как вам. Созваниваетесь, уточняете у него вопросы по сайту, да, что ему, зачем сайт и так далее, и так далее. И все, говорите, окей, давайте там, созвонимся там на следующей неделе, либо через день, через два, такое-то время. Но это я вам уже следующий пункт рассказываю. Ну, в общем, вы назначаете ему дальше встречу. И когда вы пообщались лично в видео, он уже будет более ответственно подходить к этому. Поэтому рассмотрите такой вариант. Если ты хочешь научиться создавать сайты, сформировать свою клиентскую базу и вырасти кратно в своем доходе, то у меня для тебя есть новость. Я создал клуб для веб-дизайнеров, в который выложил все свои обучающие программы по созданию сайтов, работе с клиентами и продажам. На текущий момент это больше 169 часов обучающего контента. Сейчас не нужно покупать доступ к каждому курсу в отдельности. Просто вступаешь в клуб и получаешь безлимитный доступ к контенту. Все новые курсы будут выкладываться также в клуб. Не теряйте время, переходите по ссылке в описании и до встречи в клубе. Следующий момент это голосовые сообщения. Тоже определенный вариант общения, когда клиент занят и у него нет времени с вами созваниваться. Можно предложить вариант общения голосовыми. То есть задали вопрос голосовым, он ответил голосовым. Либо вы пишете текст, а он вам голосовыми отвечает. То есть это нужно просто согласовать. Но опять же, если это удобно клиенту, не все любят голосовые. Поэтому заранее просто этот момент обсудите. Возможно так клиенту будет проще рассказывать, отвечать. То есть многие любят просто диктовать. А вы таким образом получите информацию от него. Третий момент это всегда заканчиваем диалоги открытым вопросом или переводим на следующий шаг. Так у клиента не будет возможности опять же слиться. Например, Владимир, я подготовлю презентацию в четвергу. В четверг в 12.00 я вам напишу, я вам напишу. Или позвоню. То есть это обязательно. Или позвоню. Хорошо. И у Владимира просто нет вариантов ответить. Либо нет. Тогда мы там задаем вопросы почему. И так далее переносим на другое время. Либо сказать хорошо. Если он подтверждает, то вы просто ему в четверг в 12.00 пишите. А если он не видит сообщение, либо пропустил, вы ему просто звоните. В этот же мессенджер набираете. И таким образом вы просто его как сдернете с места, да. И он про вас вспомнит. Дальше. Четвертый момент. Это делать простые презентации, которые можно переиспользовать. Так не будете тратить много времени на встречу. Что я имею в виду? Делаете презентацию шаблонную. В которой можно просто менять информацию. Менять референсы. Менять еще что-то. И все. Плюс у вас эти презентации будут под нишу. Под определенную. Не шуйтесь. Работайте с одной нишей. Тогда у вас будет всего лишь одна презентация, в которой вы будете менять. Просто какие-то вводные данные. И все. Так проще готовиться. То есть вы сегодня созвонились с клиентом. Назначили ему на завтра. Ну, надо взять время. То есть не надо моментально. Да, это все. И на следующий день у вас уже готовая презентация. Вы просто выходите на связь и презентуете свои услуги по сайту. Отличие может быть о том, что просто какой сайт, каталог. То есть разные, возможно, блоки, разные страницы. Это все. Ну, этот текст меняется и все. А референсы могут вообще даже одинаковые быть. Дальше. Пятый момент. Это чтобы клиент не сливался на этапе обсуждений. Предложите ему хорошую скидку. Но на условиях, что закроете сделку сегодня. Или если он сейчас несет 50%, то получит хороший бонус. Здесь надо продумать этот момент. Да, то есть не так, что не все готовы будут сегодня сразу же заплатить. Либо если вы быстро подсуетитесь и сделаете эту презентацию в этот же день, то можете сказать, я вам дам скидку хорошую. Ну, к примеру, 30%. Но если вы сегодня заключите со мной договор, если вы сегодня переведете оплату, может даже договор не заключать, может оплату перевести, договор потом скинуть. К примеру, некоторые так делают. То даете скидочку. Кем разом он не просто не сольется, он даже с вами начнет работать гораздо раньше. Ну и последний момент. Если клиент долго не отвечает, нужно делать с ним касание. Например, прояснить ситуацию необходимую. Можно написать так. Например, Владимир, мы с вами общались по поводу чего-то. И я подготовил для вас что-то, презентацию. Нужно обсудить с вами некоторые моменты. Скажите, для вас еще актуально? И ждем, пока там Владимир отдуплится. Соответственно, если он продолжает молчать, то я обычно заканчиваю так. Я пишу там, Владимир, вопрос по разработке сайта актуален или я фиксирую отказ? То есть мы тут уже жестко ставим точку. Можно через день написать, через два. Если Владимир не появился, то вот мы пишем такое сообщение. Типа, либо да, либо все, либо мы прекращаем. Потому что тоже надо понимать, что у меня есть какой-то график, какие-то планы. То есть я не могу там в любой момент взять его проект. У меня есть определенная загруженность. Вот, и мне надо спланировать эту работу. Потому что если вы будете пасти этого Владимира каждый день, писать ему, напоминать. И Владимир будет понимать просто, что вы бедный фрилансер и у вас нет денег. Вот, поэтому через сутки еще раз мы пишем. Владимир зафиксировал ваш отказ. Всего хорошего, до свидания. Ну, как-то так, в общем, да. То есть делаем несколько касаний вот таких завершающих. С промежутком там один-два дня. И если Владимир не объявится, то просто заканчиваем с этим клиентом, так как, ну, с ним каши не сваришь. Вот у меня сейчас есть клиент. Ну, не то чтобы клиент, я заказывал визитки в типографии. И собственник типографии увидел просто, что я занимаюсь сайтами. И сказал, давай там мой сайт посмотрим. Какие рекомендации, что. Я посмотрел, говорю, нужно так и так, нужно обновлять, сделать это, сделать то, да, то есть, чтобы рекламу запустить. Он говорит, все, окей, хорошо. Я говорю, подумаю. Потом ему пишу в WhatsApp. Он ничего не ответил. Визитки были сделаны. Я через две недели пришел и их забрал. Его не было на месте. Потом я ему написал еще раз в WhatsApp. Он меня что-то спросил. Я ему ответил. Говорю, давайте мы встретимся в офисе и все обсудим. Прошла неделя, сообщение даже не прочитано. То есть, с этим клиентом я точно работать уже не буду, даже если он ответит. Потому что это просто будет аонанизм. Аонанизм, с которым мучиться не хочется. Если даже на этом этапе у человека безразличие, то и хрен с ним.